хео гэс смешинки мы продолжаем проходить ру под названием соус дайос так ланька мы с вами попали в пещеру мы вообще попали в другой мир валькирии отправили нас вальхалу вальхалу наверно как я понимаю и вот куда-то мы идем с вами так ощущаю что это куда-то так получен арахнизмуд отметьте на этом странном камне дает понять что когда-то давно его куда-то вставляли как я понимаю босс будет паук это уже жирный намек на самом деле странно что звук по центру однако звук идет на правый ухом так основное задание архи смутные что-то там короче мы их нужно найти еще четыре штучки план блея из-за если можно прокачать скорость восстановления переката я лучше это будет вкачивать так я отдохнул допустим у костром восстановиться лестнице слизняка тут нет подкуда он вообще взялся почему у меня с левого на экране как это фиговинка я только заметил кстати ух ты шлёк я уже почти умер о да ладно тут все таки есть секретные стены буду знать слушай броненосец это все благодаря тебе палубки а у тихо 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 отдайте мне атаковать же как я дает как я осмотреть есть большие сферы она еще и пропадает все душевку оба еще секретка блин плохо то что у нас карта нету как бы опа получен костяная подвеска кости из которых сделана эта подвеска не настоящий и вырезаны из дерева так ношение амулетов амулеты дают различные бонусы вы можете активировать их и управлять имя в инвентаре нажав escape хорошо так атака плюс один у меня всего лишь два слота под что-либо дам либо лишь лишь одно место под слотом да ключи еще четыре нужно взять вещи для задания архиене языческий ключ раз уж вы намереваетесь исследовать пещеру мимо этой громадной двери вам не пройти отыщите 5 архиезм рудов вдруг откроется давайте бестиаре будем читать и в основном только в конце да тут натуре карты нет это очень странно то есть я должен в натуре запоминать где был где не был кринж так мы же кстати просто не заметил а ну-ка карта есть подождите так возможно просто на данный момент у меня просто возможности нету уровень повышен хп 1 выносливость 1 так доступ новое мастерство вы получили свою первую реликвию мастерства вы можете использовать ее чтобы изучать первое мастерство мастерство чаще всего пассивные навыки которые вы сможете применять по своему усмотрению повышая уровень вы будете получать новые реликвии нажмите сквыть чтобы перейти в меню и выбрать раздел просвещение мастерства у нас новый этот появился понятно о нифига себе развилка пошла так контратака нажмите d в нужное время чтобы заблокировать атаку нажмите c сразу после этого чтобы произвести мощный контратаку это такая расходует вашу выносливость хорошо блин неудобно на самом деле вы должны достигнуть 12 уровня 8 35 38 а есть больше 40 45 так ударов с вращением а только идти c после у ворота нажмите shift чтобы разрубить всех вокруг себя так точный блок если вы заблокировать веку во время выносливость снизить лишь на 50 процентов от получаемого урона не понял как это работает ну ладно так подожди я не могу это теперь мне нужно нифига себе уровне дема но сайте реликвии мастерства плюс один как бы не очень хочется мне получать в лицо чтобы научиться блокчать но я думаю это легко на самом деле монетки ты нас напугал маккерил нельзя в такой ситуации людей бывать маккерил а второй как группер позже знать где остальным скоро сам увидишь все шло как по маслу пока на нас не набрались бросилась группа отвратительных пауков они уточили остальных в темную пещеру я собираюсь помочь им а потом заметил что у меня развязаны шнурки а вот чем занимается этот лентяй понятия не имею да я же говорил я сторожил провизию ты ведь сам виделась какими голодом на нее смотрели те насекомые они хотели съесть нас а не наши припас пьяний да что ты а с каких пор на наших ботинках есть шнурки не обращайте внимание на детали сейчас самое важное придумать план на спасение погоди ты думаешь что он да ты нам поможешь отлично мы на всякий случай осмотрим главную комнату опля получена карта терагеи маккерал и группер начали составлять карту тарега а вот закончить ее видимо предстоит вам спасибо пожалуйста найди так нажмите тап хорошо ой вот так оно выглядит вот смотрите это уже хорошо здесь отмечены сундуки здесь отмечены там был секретный проход с это сейв закрытые равнина тембрис ну окей удобно задание садовский суспех надеюсь у тебя получится вернуть их живыми и невредимыми если они не вернутся они видать мне больше сна типа они плачут прикольно анимация даже он достает карту но смотрите видно что секретки будут прикольно сделаны карта что значит 0 из 4 0 4 это имеется реликвии какие-то карта мира у подожди этот паучьи логово чисто равнины темпость карта 0 отлично сделано прикольно да ладно буду знать что лампочки тоже можно ломать а то есть неважно да так они мне все равно спину набивает так активировать спуститься быстрое перемещение уже есть быстрое перемещение изначально это очень хорошо то что в игре уже есть быстрое перемещение так как это мне не восстанавливается вот это уже немножко такое они если сохранить игру восстанавливаться ладно брусовые слова обратно так так Продолжение следует... Так, какого черта? Подожди, павук. Я должен понять, как работает нормальный блок. Давайте сначала внутри научимся блокировать. А, да ладно. Ааа... Кокончики тоже возрождаются. О, неплохо. Действительно, урон просто невероятный. И главное, что... Замечу, когда он меня атаковал, я тоже нажимал, но почему-то не работало. Так, что-то нашел. Полученная карта паучьего логова 1. Фрагмент карты паучьего логова. Ааа, возможно, я это буду находить. Мне будет карта открываться более-менее. Да, смотрите, мне открывается карта. А секретки тоже интересны показываются. Хм. 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 окей то есть нужно было будет сразу может вместо обычного блока поставить так надо будет смотреть под ноги потому что здесь ловушки с метро есть а 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 не я все равно не успеваю а это шляпа а 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 так получили и зелье восстановление зелье восстановление восстановлит выносливо симону восстановить выносливо так и выбора расходника блин я думаю парировать это будет довольно сложно хотя если научиться мне кажется будет просто идеально мой лайн короче не буду учиться как она на самом деле работает сложно понять ух ты чему тихо короче вариант могу и через стены на атаковать смотри то есть здесь еще и стены которые можно взорвать как я принимаю да 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 вот стены которые можно взорвать мне нужно взрывчатку так что по мини карте можно вот я вижу сундук золотой я вижу как то магический барьер и лишь того так мы скорее всего там секретка есть смотрю здесь ладно там нету секретки смотрим здесь тут тоже по идее нету секретки ну да лучше просто облочить да и все атаку так какой то а подожди я чуть не то не нажал я хотел на карту нажать это водный уровень да пошел а наш чувак не может плавать потому что не вытяжелый костюм пожалуйста прикончили всех этих тварей у меня руки затекли прошу спаси меня баллов спасибо ну не удивительно ли это в этой кишащей монстром пещере даже вздремнуть невозможно глаза нельзя закрыть ни на минуту а то тебя подвесят вниз головой словно какой-то окорок к слову меня зовут баллов я торговец и верный друг те кто спасает меня в мою жизнь а значит и твой тоже даже не знаю как отблагодарить тебя за то что ты не позволил тем пауком слопать меня погоди-ка придумал минуточку вот а минуту назад это обвал там уже был ну да ладно а он говорит за задней которые сзади меня а знаю это не волшебное кольцо но думаю мой подарок придется тебе по нраву раз уж ты зашел так далеко получена бомба использую на стенках которую вы на ваш взгляд можно обрушить также полезно против врагов воспользуйся ею так мы сможем выброс отсюда мой тебе совет отходи подальше когда она взрывается не хочу так быстро потерять своего нового лучшего друга так буква к теперь вы можете бросать и закладывать бомбы чтобы расчищать проходом и наносить урон врагам раскройте свой разрушительный потенциал нажмите кэш чтобы бросить бомбу удержите кэш чтобы положить бомбу на землю мол, удерживать я у это в в в мы будем потихоньку так сказать расширять смотреть что могут сделать свобода пойду каем а кстати если захочешь исследовать округ когда выберешься отсюда только востоку от этой пещере найдешь городу хафин хафин обязательно заклини ко мне я познакомлю тебя со своей семьей и дам тебе кое-что что поможет тебе твоим невероятным приключением ведь именно такое приключение тебе и ждет летом ну да ладно я пошел так как и прямо у меня будет постоянные 5 за 5 бим но я смог их восстанавливать плюс одно хп дается уровень прикольным о да ладно по веревку можно карабляться что-то типа бесконечно пауки как вариант я могу сразу пойти сюда но лучше исследовать местность получше так читать вы опоздали я это прикорманим уверенно найдется тот кто хорошенько заплатить за то чтобы его витрина светилась зелененьким синком вот и что а мы никто не говорил что и так могут пауки и есть нового несколько проходов не на самом деле главное научиться просто блочить все дело это в принципе я не думаю что будет что-либо сложное в игре но теперь ложится с двух ударов лечебное зелье теперь нужно понимаете я могу а подожди внизу заканчивается хорошо лучше тогда вниз ходить потому что нам по ходу сюда нужно будет идти теперь я понял как это работает просто критический удар будет слушать зато у нас золотой сундук здесь перо валькирии восстанавливать сил упавших в бою этих расходник так 25 18 25 то есть каждая бомба это у нас пятерик да зелье восстановление зелье перо валькирии восстанавливать силу в павших в бою карта террогена маккерилл и группер начали в составлять карту но вам придет закончить карта пучьего логово фрагмент карты пучьего логово перо валькирии что же ты даешь бомба используя на стене которую вам взгляд можно обрушить также полезно против врагов солдатский сухпоек так мир мерзантулы схватили несколько людей из нашего отряда освободить их во имя зелье и маккерилла и группам так подожди а где их ни одного еще не нашел чуваков карта это второе ну ладно я буду еще какие-то будут данные про место локации ничего себе так а теперь нужно чисто вправо идти да два удара ушли отлетать ли . так здесь никак камень этот не отмечен вот 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 и Окей. Хе. А вот это можно в натуре абьюзить и атаковать просто сквозь стену. Эх, недалёк. Ой. Так, либо у меня должен быть двойной прыжок, либо шкиптовол. Либо я могу спрыгнуть чуть выше. А, нет, выше не получится. Да. Ладно, запомнили. Короче, как я понял, я должен в прыжке сломать эту палку. Опа. Эликсир энергии... Энергичности. Все ваши атаки ненадолго становятся критическими. Ммм... Полезно. Все ваши атаки становятся... Прикольно. Это, конечно, прикольно. Она и меняет просто изделие сразу. А-а-а. Я думал, инвентарь открывается. Так, я видел червяка. А, это пары... Ух ты, еще моя. Живучая фигня. Подожди, может она мне приподнимет? О, да, в натуре она приподнимает. Взять. Возможно, как в лениковом периоде. Помните, чем сильнее этот... Да. Чем сильнее поток. Так, это усиленный паук. Ну ладно. Не беда. Но эта фигня, я понял, усиливает врагов. О, здесь. Вы не можете нести больше? В смысле? Вы снимаетесь? В смысле, я не могу носить больше? Это бред. Я считаю, что это бред, дядина. Так, теперь... блин вот слева возможно есть проход нету замечу что сейвы долго не было осталось бы мне как-то провернуть а я думаю я могу отбивать так получен уроки рид таинственными минерал используется для улучшения брони кстати замечу что мы и не оружие никакого нового не нашли ничего подобного ну как вариант я могу сейчас использовать зелье тогда 35 и это взяли взять ну какой-то таинственный сундук приветствую если вы читаете это вероятно у вас закончились осколки снарядов для бомб и вы заглянули под каждый камень пытаясь их найти это больше не повторяется я запустил серию торговых автоматов чтобы вы могли заполучить мои товары в любом количестве в любом удобном для вас время не бесплатно конечно ведь мне нужно кормить семью и конечно не дешево вы и представить себе не можете как рискую спускаться за деньгами баллов купить предмет осколки снарядов а сколько я покупаю осколков 1 за трешку лечебное зелье позволяет бросать оружие или взрывчатку зелье восстановления восстановить эликсир энергичности ваша все ваши атаки ненадолго становятся критическими если деньги в натуре тратится только на покупку вот этого то это довольно такое такое так почему прикол подожди а это паутина потом какие-то насекомые вот допустим вверх да а там паутина тоже на меня это уж не прокатит так это коллекта был походу да блин двойного прыжка у меня тоже нету как бы давайте найдем сейф и закончим тогда мы тихо 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 осколок ловить допустим здесь место вообще никак не отображен карта получал логово 3 фрагмент карты логово раскат QUESTION FROM THE MACHINE я знаю ?? ага хорошо а,вот и место сейвом Ну что Да, какие-то жесткие лаки При сохранении происходят Ну что, в принципе, думаю Давайте я просто Прочту Бисарий Что у нас в номинках Ну, обучение, конечно же, тоже глянем Так, персонажи Макерел 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 не самый умелый, да и не самый храбрый воин В Зарге Иногда лучше не упускать его из виду И следить, чтобы он ничего не натворил Он старается изо всех сил Но не все рождение быть солдатами Обычно он стоит на стораже Вместе с Групером Которым из них двоих Играет роль голоса разума Возраст 3-4 Групер Групер не очень умелый воин Хотя изо всех сил пытается держать лицо Способность Подмечать важные детали Порой Оправдывает его место Среди воинов в Зарге Обычно он стоит на стороже Вместе с Маркелом Возможно, из них Двоих Вышел бы Один неплохой солдат 33 Балов Балов вероятно Самый успешный торговец Хафина На его бываю непростое найти Когда он уходит за городские стены На поиски материалов и устройств Желая помочь Гардио Создать пушку убийцу Богов Поработав с этим дворфом Бок о бок Балов много узнал Об инженерном деле И частенько изобретел Собственные устройства Которые продают у себя в лавке Несмотря на Добродушный Смешливый характер Балов Когда ему Это нужно Прибегает к свойствам Торговца хитрости Ведь, как он говорит Ему нужно кормить семью Так, бестиарий Поехали Кого-то я пропустил Уже В самом начале Кума Эти маленькие Арахниды Более чувствительны к свету Чем их старо Старшие собратья И предпочитают Прятаться в норах И расщелинах Они выбирают наружу И нападают только Когда чувствуют Приближение пищи Одно хп И опыт один Слабость Огонь Бетта Бетта все время спят Пока не замечают Что это присутствие Может показаться Что они слепы Но это не так К тому же Благодаря четким слуху Они способны Уловить даже Тишайший звук И сразу кидаются На источник шума Оружие мыслушает Ультразвук Мерзнатул Эти Арахниды Живут в самых Темных заколках Терагея Обычно они Находят в сырой Печере Лас И Делают Его своим Логовом Большинство из Атак Невероятно Быстрее И смертоносных Игландомерзатулы Подолгу Висят Над своей Паутиной И подожидают Жертвы Чтобы спрыгнуть На них Ага То есть Мне будут еще Что-то Ожидать с них Ну смотрите С них что-то Может еще Кстати Выпасть То есть Можно Как вариант Еще их Поформить Попытаться Выбить Львиный побег Эти растениям Для роста Не нужен цвет Но сырость Будет кстати Их споры Заставляют Уснуть Угрожащим им Существа Поплизости Но это не только Метод защиты Токсин побегов Может погрузить В вечный сон И прервать жизнь Того Кто их коснется Покраснения Будут медленно Поглощать Разлагающееся Телом Так Среди них Десятка Да Ковать Ну можно Как бы Будет поформить Их потом Львиное Древо Львиные побеги Могут вырасти Настолько большими Что превращаются В такие страшилищ Эти шары Из ветвей И лисов Нужно чтобы гарантировать Выживание вида Ведь от них Появится новое Поколение побегов Которые львиное Дерево Разбрасывает Энергично Трясясь Ну как то так Короче говоря Нужно пауков Поформить Чтобы понять Что с них Можно еще Получить Заполучить Думаю На этом Думаю мы с вами Закончим Поэтому Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Комментируйте Всем удачи Всем пока